Как всегда, доклады выступающих на образовательной площадке в Тюменском госуниверситете были посвящены самым актуальным темам. В этот раз речь шла о значении русского языка в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Я считаю, мы должны думать над тем, чему мы учим наших детей. И как раз филофиевские чтения, которые проводятся уже не в первый год, собирают отличных специалистов, которые делятся друг с другом полезным опытом. Я считаю, что это очень важно. К примеру, ключевой фигурой доклада профессора Ольги Трофимовой стал выдающийся русский литературовед и языковед, доктор филологических наук Виктор Владимирович Виноградов, чьи труды внесли особый вклад в каждую область лингвистики. В истории филологии достаточно долго были какие-то формальные моменты, структурные моменты, когда лингвистика и литературоведение разъединились. А вот благодаря Виноградову как раз и произошло объединение снова в его интересе к художественному тексту, объединение интереса к филологии, к гуманитарным наукам, к истории слова, к истории русского языка в том числе. И, собственно говоря, благодаря Виноградову мы стали, наверное, больше понимать, что слово существует не само по себе в словаре, а слово существует в тексте. Его кто-то сказал, его зачем-то сказали. И, собственно говоря, через слово мы можем так или иначе воссоздать жизнь человека. В начале Второй мировой войны Виноградов был сослан в Тобольск как социально опасный элемент. Именно здесь лингвист написал самые значимые в своей и филологической жизни труды. Редактирование русского языка, громадическое учение о слове и первый план монографии «История слов». До сих пор эти работы широко цитируются учеными всего мира. Диана Санду, Николай Салдаев. Специально для Эверзион ТВ.